итак в этом видео давайте поговорим о стерео плагинах и особенности о сторонних плагин которые вы наверняка захотите использовать вашей сессии и конечно же большинство сторонних плагинов не поддерживать surround формат и стоит вопрос а как же мне с ними работать неужели мне нужно только вот те со встроенными плагинами logic работать все довольно просто есть определенная хитрость она потребует некой смекалки но благодаря ей тоже можно раскрыть некий творческий потенциал сейчас я вам подробно покажу давайте возьмем например опять наш электропиано который у нас напомню идет на 35 шину 35 шине у нас стоит space дизайнер который трансформирует наш канал вот здесь внутри формат 7 1.2 и уже в нем он приходит в таком же виде вот сюда на мастер наш мастер выход давайте сейчас послушаем как сейчас это звучит еще раз вот наш ревер допустим я захочу его сейчас отключить и сюда поставить но обычный там свой какой-нибудь ревибраторы сторонний допустим давайте возьмем тот же шиммер вот значит смотрите когда мы ставим то есть у нас уже канал переведен в этот surround формат за счет space дизайнера но я вот включил то есть у нас канал продолжает оставаться в суром формате но я ставлю стерео плагин то есть я ставлю стерео плагин на уже переведенный суром формат плагин что делает logic logic по сути создает для нас группы и в которой он объединяет все наши динамики то есть вот смотрите очень такая показательная картинка в которой видно как это работает то есть у нас вот есть все наши каналы то есть лево-право центр потом соответственно левый правый посередине левый правый surround сзади которые и верхний топ левый топ и правый топ то есть вот наши 9 колонок и еще 10 сабвуфер но сабвуфер у нас здесь не учитывается ведь правильно потому что в ревер он и не нужен то есть мы можем его отключить вот он здесь отдельность что есть но он не нужен так вот по умолчанию все вот эти мониторы все у нас задействованы в одной общей группе и на ней стоит на этой группе общий плагин общий валхала в данном случае который мы можем все наши динамики единым эффектом обработать то есть у меня сейчас сделаю там какой-нибудь эффект модуляцию микс на сто процентов сайт большой и вот у меня сейчас электро фоно будет обрабатываться вот этим эффектом вот мы слышим этот эффект но проблема в чем что опять же это стерео то есть это то же самое что было когда мы переводили space designer в режим surround но оставляли импульс стереофонический то есть это представьте как стереофонический импульс шиммера звучит через наш вот эти сурраунд все мониторы в этом большого сурраунд смысла нету потому что ну у нас один тот же звук распространится по всем мониторам и вот этого эффекта сурраунд особо не воспринимается что мы можем сделать можем пойти на хитрость доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене мы можем отдельные мониторы вывести в свою группу то есть у нас из по умолчанию все идет в группу а вот давайте оставим например переднюю вот эту зону в группе а здесь мы сделаем группу b для задних плагинов для боковых сделаем например c и для верхних сделаем группу d и вот теперь у нас на канале по сути установлено 4 разных плагина 4 разных плагина valhalla shimmer в каждом для каждой из которых мы можем настроить свои настройки вот сейчас берем фронт это lr и c этот центральный фронт я могу например здесь сделать размер поменьше и например убрать вот этот вот пич то есть подъем печи у ревера по высоте то есть могу его убрать на ноль допустим дальше для левого правого сзади то есть то что у нас сзади находится я могу наоборот это оставить и размер увеличить допустим могу там как-то модуляционные ну то есть какие-то параметры поменять до для тех что по бокам я могу тоже например поменять сбег стерео на медиум стерео например пич мод на какой не дал то есть могу прям параметры там специально так кардинально поменять для топовых могу то есть для верхних я могу тоже что-нибудь там поменять изменить например сделать моно пич модуал тоже поставим или даже реверс сингл реверс то не сдавайте смол стерео поставим фидбэк сделать побольше может сказать даже на октаву вниз опустить то есть таким образом у нас сейчас все вот эти четыре группы наших мониторов вот этих вот они обрабатываются разными стерео плагинами то есть от в этой группы свой стерил плагин у вот этой вот группы свой стереоплагин у этих двух свой и вот задних свой то есть таким образом у нас четыре плагина работают по-разному для вот этих мониторов и вот теперь по сути мы получаем реальный surround эффект от шиммера как у нас по-разному распределяется эффект то есть спереди у нас там повышается сзади повышается спадал сверху нас наоборот вниз опускается вот этот эффект то есть опять же все зависит конечно от плагина который вы будете использовать что шиммером такой наглядный у него много всего разлетается но там есть плаги может не такие явные и там не так много настроек есть чтобы поменять их из группы в группу но просто знаете этот трюк он творчески на самом деле безграничен то есть им можно пользоваться вообще с любыми во первых стереоплагинами в третьих это можно вообще во вторых это точнее можно комбинировать вообще как угодно и в третьих это открывает возможности именно креативные то есть вы можете прям даже специально использовать стереоплагин в surround формате для того чтобы вот использовать эти возможности и теперь к вопросу о том что приходится оставлять какой-либо из плагинов который конвертирует стерео в 7.1.2 к сожалению вам придется оставлять какой-то из плагин тот же space designer на канале и выключенным потому что в данном случае этот плагин работает как конвертер из входного стерео сигнала вы уже такой surround формат и дальше в волхала который у нас работает как четыре плагина для вот этого surround формата если вы ну просто кто-то может подумать что можно сюда нажать и выбрать surround это не совсем верно потому что если мы сразу шину делаем surround формате то подаваемый сигнал у нас будет поступать только в два канала то есть в левый и в правый а у нас таких 10 то есть нам нужно чтобы наши вот это электро фоно сразу поступало равномерно во все 10 каналов и чтобы это произошло нам нужно оставлять вот эту связку между дорожкой и шины в стерео а вот уже дальше space designer это стерео как бы размноживает на surround формат и после этого мы space designer выключаем но это не обязательно может быть space designer это может быть любой из лоджиков ских плагинов который поддерживает вот этот вот формат перехода из стерео всеми 1.2 то есть это может быть и rmx fx вы можете поставить выключить его и оставить просто иметь ввиду что такой некий костыль который к сожалению нужен для вот этого приема но без него никак и дальше вы уже ставите свой плагин с которым вы обрабатываете звук вот по той методике что я показал и таким образом получается что вся ваша коллекция стерео плагинов может также работать с ураунд формате ну что ж давайте двигаться дальше удачи а